здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня нас в гостях депутация это депутатов городского округа люберцы сергей никак черкашин здравствуйте уважаемые телезрители да у нас новый депутатский корпус но новый в том смысле что совсем недавно прошли выборы вы принимали в них участие как начаться учиться теперь уже депутат да а до этого был претендент на эту роль были люди которые голосовали были люди которые интересовались компании были люди которые не голосовали которые компании не интересовались но в любом случае совет депутатов городского круга любит соформлен приступил к своей работе и сразу же первый вопрос ваши были ощущения после того как вас избрали ну я скажу честно что я уже не первый раз собирался в депутаты но депутат городского округа для меня это первый опыт то есть я до этого был депутатом трех созывов городского поселения люберца так она у нас называлась до муниципальной реформы и с 2007 по 2017 год я скажем так работал на постоянной основе в сайте депутатов города люберцы должен заместитель председателя десятилетия целого 10 лет я отработал и вот потом у меня был перерыв пять лет и вернулись да у меня был опыт участия надо выборах в поселке октябрьским и я понял что это достаточно непростая задача потому что ну я расскажу для сравнения чтобы телезрители понимали масштабы избирательного округа у нас восемь многомандатных округов и в каждом округе по 4 депутата и вот численность избирателей в каждом округе 33 тысячи избирателей но ты если выбрать наш пятый избирательный округ я могу сказать точно 33 тысячи 267 избирателей вот поэтому на такой большой городской агломерации не так-то просто скажем так провести избирательную кампанию то есть здесь только работа в команде вот команда из четырех человек может привести к каким-то положительным результатом потому что охват очень большой вот если раньше допустим тот же поселка октябрьский взять я не знаю там 2005 год численность жителей была там где-то плюс-минус 10 тысяч человек 10 тысяч избирателей ты глава поселка здесь депутатский мандат 32 тысячи ну да это и это же не просто 32 тысячи избирателей это же разные люди с разными подходами сразу разные территории надо это новые застройки где-то старые разные до подход к жизненным каким-то устоям а к бытовым проблемам как-то к любым да мы же видим что сейчас тем более люберцы это всегда еще рядом с москвой и это как бы тоже по определенное давление окану не тоже давление а но изменения какие-то еще стремится называть да вот но тем не менее тогда возникает вопрос почему все таки решили пойти на роль депутата узнаете вот этот сейчас я имею ввиду после этот промежуток в пять лет для многих я как был депутатом так и остался и когда люди обращаются дольше объяснять что вы знаете там избрался новый состав проще помочь человеку на решение вода зная как эти вопросы решаются поэтому старая команда меня пригласила в нашей команде александр петрович мурашкин коллега сергей влач не помнящий и вла им петрович ружицкий вот такой команды мы проводили избирательную кампанию на пятом избирательном округе люберецкая кампания люберецкая кампания и скажем так с александр петрович мурашкин мы наверно там с 2007 года работали вместе на одной территории городской территории на то есть масса приемная 1 ну то есть вы как бы хорошо знаете понимаете и правильно чувствуем плечо товарища и вы правильно сказали что вот как резиденты там по крайней мере в некоторых странах да даже когда другой избирается президенту тот все равно называется президент то есть так и вы депутата вроде другого избрали а вы все равно оставались решали эти вопросы тем более что городской округ но невозможно все вопросы решить их сказать все корпус депутатский может быть с вами больше вопросов нет они есть всегда они есть вопросы легкого так скажем быстрого решения сложного и так дальше опять же работа с людьми и вот тут возникает вопрос когда вы сейчас шли на избирательную кампанию вы общались людьми какие основные запросы какие наказы что люди хотят получить от нового депутатского корпуса ну скажу так что жители обращаются со всеми вопросами вне зависимости от компетенции депутаты потому что у нас достаточно ограниченная компетенция но что такое муниципальный депутат это хозяйственно бытовые вопросы нашего городского хозяйства помощник ну да да ну или как в основании у нас считают помощник начальника жека лучше депутата позвонить и решить какую-то проблему чем напрямую обратиться уже и такое мнение бытует вот поэтому вопросы и транспортного обслуживания возникают причем некоторые вопросы мы решали вот по ходу избирательной кампании их удалось решить даже хотя они носили такой вроде бы глобальный характер нерешаемый в связи с тем что у нас трасса урал претерпела реконструкцию расширение полос обходная дорога через октябрьский будут из-за этого сдвинулась транспортное обслуживание общественным городским транспортом так называемая остановка карьер ну есть локации такие уже сложившегося я всегда до устоявшиеся на народные тропы мы их еще называем из такая партийная программа народная тропа вот но тем не менее это трасса федеральная и скажем так организация которая занималась реконструкцией они посчитали нужным перенести эту остановку на 700 метров ну вы понимаете что такое в период зимнего содержания дорог 700 метров пройти это как в другой город иногда и магистраль федеральный государственное предприятие магистраль не занимаются скажем на должном уровне содержанием тротуарной части и потому что вдоль федеральных трасс практически не тротуаров у них главное знаем да дорога вот и пройти по глубокому снегу это не 700 метров это очень тяжело вот данный остановочный пункт был установлен но была еще проблема изменить маршрут движения этих автобусов потому что со стороны москвы в сторону области там стоял межбордюрное ограждение из металлобруса которая без нарушения правил дорожного движения не позволяла автобусом большой вместимости сделать маневр безопасный там даже были случаи дтп наши маршрутки нас останавливаются везде и по первому скажем до золу даже на первом рублю как я призываю клиента да вот к сожалению был случай с жертвами там погибли люди вот то есть вопрос нужно было решать дамы несколько провели выездных заседаний скажем на месте уже с представителями подрядчика собственно говоря все это вопросы решился теперь транспорт останавливается вот единственный вопрос сейчас идет с названием остановок привести их все в соответствии потому что даже так да а что остановка карьер то она находится напротив торгового центра петрович вот вот название того карьера который был карьера на улице карьерная сейчас вот это не не модель небольшая поправка да потому что когда мне говорят что мы попросили остановиться у кого нас высадили у петровича уже сложившиеся название вот смотрите это такая мелочь да так вот человек послушает ну а остановка и так далее а это же жизнь людей то есть это встать до почистить зубы накормить завтраком куда-то поехать а куда-то вернуться опять же рабочие места водители чтобы не до гибдд чтобы не нарушать тот целый комплекс проблем прям можно фильм снимать да как начинает там с одной остановки начинается какая-то проблема и вот возникает такой вопрос ведь насколько я понимаю депутаты они ну должны работать таким единым неважно от какой в данном случае партии единым фронтом потому что есть задачи которые на весь город да как-то распределяются вот насколько сегодня вы говорите работаете команды получается потому что наказов то много в разных чтобы вот вы условно остановку сделали а где-то депутаты не могут сделать остановку как вот этот идет взаимодействие депутатов как эти вопросы поднимаются на заседание ну посмотрите у нас есть депутаты которые вообще первый раз избрались вот и им сложно сложнее всего наверное да есть плечо старшего товарища подскажут но тем не менее у нас есть прописано в областном законе гарантии об исполнении полномочий депутатских которые позволяют депутату пройти обучение вот так даже конечно ну 131 федеральный закон он постоянно реформируется и я скажу так что число поправок с 2005 года одно в несколько раз превысило сам текст закона даже чтобы поэтому есть 35 статья этого федерального закона десятый пункт это исключительно компетент совета депутатов там всего лишь 11 пунктов ну понятно устав понятно бюджета и самое основное это контроль за деятельностью органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения именно контроль потому что надзор у нас совершает федеральные органы дать такие как прокуратуры ну и прочие вот а вы как народные в хорошем смысле слова контролеры которые внимательно отслеживают все что происходит и пытаются помочь людям решить их проблемы что называется на местах конечно вот по сути закона принципе депутат даже не может дать поручение прокуратуре проверить то или иное предприятие там мы можем сообщить что дак депутата да я вам сообщаю что у нас же не уровень государственной надо даже другую но любую проблему можно решить если они говорили вот возвращаясь к транспортному обслуживанию с автобусом мы поговорили да ну вот есть у нас транспортная доступность это переезд сто пятнадцатый квартал или как его называют третий километр яничкина люберцы мы знаем что этот переезд очень нужен жителям потому что оттябрьский проспект сейчас потерпевает колоссальную реконструкцию будет это идти до двадцать пятого года так ждем уже когда она закончится от этого уйти мы никуда не можем много жителей недовольных конечно понимаете количество транспорта растет и многое даже не зависят от местной власти потому что мы входим в программу развития транспортной сети московского региона и это в том числе москва московской области но не может лермонтовский проспект упереться там в бутылочные губы конечно поэтому никуда мы от этого не уйдем будет эстакада такая же как на ново-рязанском шоссе в районе котельников двухуровневые развязки без светофорное движение 7 подземных переходов вот но на период строительства у нас определенный коллапс транспортных создается и собственно говоря этот переезд на 115 квартале он эту задачу решает но дело в том что там достаточно сложный ландшафтный рельеф который не позволяет работать этому переезду по установленным нормам и гостам того же ржд вот там большой перепад и вот особенно в зимний период времени я уже периодически закрывают из-за того что фура не может подняться на подъем на улицу котельническую но сейчас первостепенная задача стоит чтобы завершить скажем так дачный сезон потому что мы проводили несколько таких социальных экспериментов даже в будние дни проехать снова рязанского шоссе в люберцы надо отстоять приличную пробку там идет перекрестное пересечение потоков при съезде со ново-рязанского шоссе что создает дополнительную пробку и переезд имеет ограниченное время работы до 10 вечера выходные дни допустим воскресенье когда дачники у нас обращаются и в час и в два и в три ночи вот собственно говоря выжидая когда проедет основной поток машин сталкиваются с тем что потоки пены перенаправляются центральную часть города где у нас тоже не все нормально с трафиком движения поэтому сейчас у нас первостепенная задача совместно с депутатами моса был думы потому что он живых компетенция у нас дмитрий вальтинович дениска он является как раз членом комитета по транспорту и дороге дома мы его скоро увидим да да вот он очень сильно помогает не без его помощи этот вопрос я думаю что мы в ближайшее время решим сейчас сделаем небольшую паузу напомнишь сергей к черкашин депутат совета депутатов городского округа люберцы как-то сказать новый старый депутат можно так сказать в прошлом смысле этого апгрейда перезагрузка и во второй части продолжим наш разговор напомню что эта программа открытый диалог депутация это депутатов городского округа люберцы сергей николай черкашин здесь у нас в студии вот мы финале первой части говорили о депутатах московской областной думы но ездишь и депутаты государственной думы насколько депутатский корпус я понимаю что все таки сейчас мы еще в начале находится вот новый созыв но наверное речь идет о том что как вы сказали депутат контролируют но если он что-то но не может да там решить через чью-то голову он обращается к москову депутата московской до областной думы а затем может быть еще и городскую государственную думу как-то можно позвать сказать вот у нас тут решается проблема есть между депутатами такое взаимодействие между областными у нас взаимодействие есть я думаю что между депутатом государственной думе у нас роман кирюшков представляет наш регион я думаю что мы найдем взаимопонимание и поддержку с его стороны вот одна скажем опять же и житейских проблем она не такая глобальная казалось бы но вот сейчас я вам расскажу давай мы уже реально сталкивался под подснять данный автовокзал у нас автовокзал находится в котельниках так часть маршрутов с выкина было ранее сено вот но какая проблема это наказ был от жителей и наша основная задача исполнения наказов наказ был еще когда были выборы в государственную думу ну привести вокзал в какую-то вообще соответственно вокзал как в какой автостанции автовокзал я не знаю как его назвать но там мы сейчас видим только три остановочных павильона не в очень хорошем состоянии нету мусоросборников я извиняюсь отсутствуют элементарные санитарные условия нет туалетов вот и даже вот в период пандемии мы беседу лиц водителями маршрутов с учетом пробы коллапса куда им до деваться время в маршруте занимать более пяти часов и для многих котельники вот это не территории города любятся но маятникова миграция нашего населения она поставлять несколько тысяч через этот вокзал ежедневно вот и понимаете когда не погода когда снег и так далее единственным пунктом обогрева это является вход метро котельники а для многих прибывающих и скажем так пассажиров в московский регион на автовокзал котельники это по по сути входные ворота в город москва немножко бледно выглядим на уровне потому что не можем обеспечить достойные условия для наших пассажиров он также скажу что нет билетных касс вот мы привыкли к этим гаджетам пока ты едешь ты купил билет на автобус вот а ты приезжаешь на маршрут отменили и целую проблему возникает как этот билет вернуть и так далее так далее вот билеты продаются у водителей тоже такое направление я вам скажу во все города московской области там егорьевская лаумат ну это можно перечислять вот поэтому это сейчас тоже одна из основных задач обратить внимание региональных властей конкретно министерство транспорта и дорожной инфраструктуры через наших областных депутатов чтобы на данный автовокзал обратили внимание и создали нормальные условия для пассажиры потока и в том числе для своих водителей еще хотелось бы коснуться такого вопроса что созыв только начиная начинает свою работу понятно что впереди много всего много вызовов которые жизнь да бросает много проблем которые были под накопились и проблемы известные транспортные и проблемы дворовых территорий которые мы всегда с депутатами обсуждаем потому что то что мы людям нужно здесь и сейчас да там труба люк все что угодно ну свет просто в подъезде по-разному бывает как вы планируете выстраивать свое общение с гражданами это будет ну возможно уже есть просто прием куда к вам кто-то приходит это будет еще дополнительно онлайн какие-то социальные сети это будет какая-то встреча периодическая с некой отчетностью как вы планируете эту работу обратной связи скажем так николай скажу так что вот пандемия она немножко упростила жизнь для не было бы счастья для многих в том числе как быстро коммуницировать с теми гражданами государственными органами власти но орган местом управления то тот же орган публичной дождь и да и как будет наш президенту губернаторы в том числе наш глава обращение через социальные сети расценивать как личный прием вот да ну не обязательно человеку приходить если конструктивное по делу предложения вопрос не обязательно глаза смотреть потому что это же надо приехать это надо записаться вот а можно оперативно решать все это и вот что называется соцсети нам в помощь у нас все депутаты есть социальные сети в контакте там в телеграме в одноклассниках кому как удобнее то что у нас разные категории возрастные в разных соцсетях находится этот механизм работает этот механизм работает достаточно работает эффективно потому что мы эту технологию даже использовали на выборах вот наша команда мы скажем так классическую избирательную кампанию проводили без привлечения каких-то широкомасштабных пиар-компаний акций да в плане билбордов еще что-то у нас в основном избирательная кампания была построена на встречах с населением то есть ежедневно мы две-три встречи проводили и пошли в люди и да 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 и общение через интернет мы продуман немножко юрист ограничивали в избежание всяких казусов и провокации прямые эфиры но тем не менее я скажу что мы всегда анонсировали через соцсети а будет такая-то встреча и некоторые люди приходили именно прочитав это в интернете и кстати тогда к вам могли приходить те люди которые ну как-то необычные провокаторы не не я не этом необычно активные вот если куда-то там в зал идти или во дворец куда-то там или в клуб на встречу а так он понимает что ну давай-ка я зайду посмотрю кто там планируется и будет участвовать с помощью социальных сетей я так скажу и молодежь приходит вовлекаем диванные выиска ковры мы их так называем они вроде бы социально активные жители но на диване на диване с планшетом или там вот на диване все готовы вам сказать и как и как проходили эти эфиры были ли вопросы которые вот действительно вы себе пометили что надо вот выяснить вот как президент до слушает на встрече с гражданами да это так я как ваша фамилия раз и записал примерно так это работает вы знаете у нас были наказы которые были на бумажке когда мы встречали жителями все это записывалось сейчас составлен определенный план исполнения данных наказов но они больше связаны с работой управляющих компаний и возможности управляющих компаний тоже не безграничны и у них свои планы нужно пытаемся как-то скоординировать и в том числе то что поступило через соцсети тем или иным образом мы пытаемся все эти моменты отрабатывать и мы только за то чтобы народ обращался но есть вы понимаете да как их называют хейтеры которые это какие-то непотребные вещи пытаются писать и в социальные сети ну когда это переходит какие-то красные линии скажем непотребную лексику но это мы конечно не валяем да этот вопрос уже такой наносишь динамо технический касаемо там конструктивные критики в отношении депутатов городских властей можете посмотреть наши сети это не ничто не удаляется и на каждое такое критическое замечание мы пытаемся реагировать и направлять ситуацию мы потихоньку движемся к финалу в следующем году 400 лет городском округу люберцы тем более из этих 400 лет целых 10 уже получается 11 вы работали на ниве помощи людям вот я так понимаю что пока этот вопрос на насчет так широко не обсуждался тем не менее наверное будут готовиться какие-то глобальные заседания того же самого совета депутатов но не просто вот там дворовая территория вот сделать их юбилею прям там еще лучше то есть рассматриваются уже какие-то вопросы которые хорошем смысле слова к юбилею будут готовиться смотрите у нас не придомовой локации который участвует благоустройстве они вносится на голосование на доброделе скажем так да максимально активные жители они всегда имеют желают всегда притянуть администрацию к своей территории чтобы в следующем году у них там что-то произошло но скажем так где была установлена площадка сроком менее пяти лет назад там поменять ее на новую нельзя ну потому что есть срок эксплуатации так далее есть у нас территории где вообще площадок нет лучше да 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 локации нуждаются потом очень много вопросов скажем такие они конфликтные между жителями этом они говорят давайте закроем проезд потому что да это безопасность наших детей у нас проездная территория другие горит нет мне неудобно мне я хочу здесь обезжать потом надо да вот что мы делаем в таких случаях в таких случаях мы от делаем отсылку на жилищный кодекс российской федерации когда житель должны провести собрание собственников так называемое общее собрание собственников и на нем принять решение с перевесом голосов 50 плюс 1 но мы знаем в том числе органы смураль знают и понимать что не всегда это возможно сделать в нынешних реалиях потому что большинство квартиры сдается и живут приезжие люди даже не знают что что-то просто да и есть социальные неактивные граждане и когда это угрожает жизни и здоровью наши жители для этого есть органы местом управления чтобы принять то или иное решение на основании этого закрыть или открыть проезд вот но с так скажем из реперных точек подарки городу для меня как для жителя да я скажем так родился и вырос здесь это будет открытие на мцд-3 поэтому конечно имеем достаточно косвенные отношения тем не менее вот но тем не менее как пользователи транспортной сети вот на на жители уже заметил что подвижной состав на нашей казанской дороге начинает потихонечку обновляться готовятся потому что да пойдут к сожалению к сожалению у нас сейчас те электрички которые работа не оставляют желать лучшему вот в летний период времени это вообще невыносимые ездили ездили мы с дочкой ехали в сторону рязани почему не в криминальный день скажем никогда вот трафик до трафик дачников сейчас окна в электричках открываются не помните как вот раньше там открыл там целый фронт сейчас они откидываются и вот маленькой щелки она даже не на скорость нареза не набирает воздух температуру салоне 52 градуса конечно многим жителям остальным становится плохо и мы когда ехали в воскресенске и там уже не с поезда объявил что товарищи работники медработники пройдите там в пятый вагон а вот это на на следующей станции человек уже умер ожидали бригада скорой помощи и милицию и так далее пока ожидали там еще кому-то плохо стало то есть но сейчас на линию выходит современный подвижной состав с мягкими креслами кондиционерами человеческими когда-то же мы должны к этому потому что октябрьский жил на дорогу ярославская там уже эти поездах вы называемые волги и конечно мы понимаем что самый главный вопрос мы уже его касались один из главных вопросов этот проспект вот понятно что это федеральная история и вряд ли она будет доделана на 400-летию города определенные этапы дороги определенные топы и есть любом случае сей николаевич время наше подходит к финалу приятно когда депутаты приходят к нам рассказывают живо с примерами о том что они чувствую что они понимают тем более вы житель любили то есть вы прямо чувствуете эту землю прямо скажем и приятно что спустя такое время все-таки приняли решение вернуться помочь людям почему помочь потому что времена сложные мы все это прекрасно понимаем и желаем вам вот депутату с опытом да но в в новом таком амплуа уже депутата нового созыва и вашим коллегам успехов приходите к нам с приятными рассказами о том что сделано что планируется мы всегда будем вам рады сергей николаевич черкашин депутация депутатов городского округа люберца это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко до свидания